Теряя здесь 18 секунд, если, допустим, он замыкающий, Клэба первый. То есть, как раз те самые 18 секунд, которые их разделяют. И это говорит как раз вот об этом абсолютном равенстве, о том, что это соперничество, что у каждого из них есть свои более сильные и чуть менее сильные стороны, и они их используют до конца на этой многодневке. У Стюгов же, будучи крупным гонщиком, сильным гонщиком, тем не менее, очень хороший восходитель. И в прошлом году он на Клэба наезжал так, что будь дистанция длиннее, он бы его и съел. И Клэба об этом прекрасно помнит. И в первую очередь он занимается попытками убежать от Устюгова как можно дальше. Но в любом случае здесь уже не получится убежать на ту заветную минуту, которую он хотел иметь у подножия Альпе Дичермис. Конечно, завтра может быть каша, завтра может быть вообще анти-лыжный спорт. Этого тоже исключать нельзя. Не дай бог, я хотел бы сказать. Не дай бог череда завалов, не дай бог травмы, не дай бог досадные поломки инвентаря. Хочется, чтобы гонщики берегли друг друга, несмотря на величину ставки, несмотря на весь этот азарт, чтобы они, по крайней мере, на подходе к последней горе, разбирались аккуратно с оглядкой. Ничего не сделать и завтрашний день все равно постоянно висит в памяти в оперативной. Мощные старты. Клэбо здесь прекрасно понимая, что он вместе с напарником Глуберга в меньшинстве, он уже не застревает, он уже не остается в хвосте. Очень быстро разбрались по лыжням. И вот это шум. Это соответствующее оформление. Достойное турдески. Финал турдески получается хорошим, по восходящей. Лидерство захватывает Большинов. Клэбо садится в кильватер, как говорится. Устюгов. Пока ведомый. В эту гору ритмично забегает Большинов. Далеко не всегда мельницу включает Клэбо, как вы видите, на этом подъеме, который является предварительным. Клэбо отрабатывает обычным, нормальным, как говорится, классическим ходом. Серия перемещений. Устюгов держится. Указания со стороны штата команды смешиваются в голове. Я думаю, что здесь... Ну, единственное, что они подгоняют. Они стараются стимулировать выдвижение вперед. И там уже и клином можно встать по-разному, не нарушая никаких правил. Хотя иногда Маркус делает замечания Устюгову, когда он лидирует, когда берет на себя инициативу. Но не далее, как после вчерашней гонки. Устюгов сказал, что это ему удобнее. Ему удобнее идти впереди. И понятно, почему. Потому что много было эпизодов, когда были досадные падения, когда он был готов. Но из-за падений все, к сожалению, перечеркивалось, заблокировал Большунов Клэбо, не смещаясь, а просто закрывая калитку. Это как в автогонках. И давая возможность атаковать Устюгову. Обратите внимание. То, что многие рассматривали как почти невозможное. Такие жесткие тактические действия, что каждый из них будет все-таки за самого себя. Но мы видим тут, что Большунов поработал сейчас в этом эпизоде на Устюгова. И дал ему возможность немножечко выйти вперед. Клэбо в драку не полез, берег инвентарь. Падение и поломок удалось избежать. Он хорошо сейчас разогнался, вышел на параллельную лыжню. На безопасную, скажем так, параллельную лыжню, в которую никто выпрыгивать, естественно, не будет. Очень хорошо отрабатывают лыжи Клэбо. Клэбо выходит на первую позицию и вваливает дальше. И его не удержать. Но Устюгов на второй позиции. И, соответственно, минимальный проигрыш по... Ну, только чтобы палки не ломали. Естественно, палки никто не ломал на сей раз. Первый, второй, третий. Все те же знакомые лица. Клэбо Устюгов и Большунов. И это расклад для Клэбо. Хороший, но, в принципе, далеко не идеальный. Клэбо. Субтитры сделал DimaTorzok